Во что вложиться до зимы? Валюта, депозиты, золото, недвижимость, телефондовый рынок. О перспективных инвестициях этой осени спросим совета у экспертов. Железобетонный аргумент. Какие технологии вернут традицию? Станет ли новое дорожное покрытие альтернативой асфальту? И нерезиновая территория, дачные участки в призме президентского указа. Разберемся на примере одного из районов Центральной области. С вами сфера интересов на Беларусь-1 и Беларусь-24. О заметном в экономике прямо сейчас в студии Андрей Лапсенок. Добрый вечер. Вопрос сохранения накоплений всегда волновал белорусов. А сложная геополитическая ситуация вокруг нашей страны заставляет задуматься о сбережениях и даже самых беспечных. Как правильно распоряжаться накопленными средствами и уберечь их от обесценивания? Главный принцип защиты сбережений сформулирован не сегодня. Многие о нем знают. Это диверсификация финансового портфеля. Принцип, который по-простому формулируется не класть все яйца в одну корзину. Но все же зададим этот вопрос двум серьезным экспертам. Финансовым аналитикам рынка. Илья Волков, управляющий директор российской брокерской компании. И Вячеслав Таран, председатель совета директоров американского брокера крупнейшей финансовой компании. Господа, вам вопрос, во что следует инвестировать этой осенью? Я думаю, важен принцип диверсификации. В первую очередь, если мы находимся в Беларуси, не нужно забывать про локальные возможности. Если посмотреть на белорусскую валюту, то она находится в очень хорошем состоянии. Насколько я знаю, ставки по депозитам в банках находятся на уровне процентов 30, при этом девальвация около 1% в месяц, то есть 12 годовых. Соответственно, получается, что доходность около 18 годовых. Об этом инструменте можно говорить в среднесрочной, краткосрочной и среднесрочной перспективах в горизонте года двух. Вторая составляющая, которая мне представляется крайне важной и в более долгосрочной перспективе, это работа с международными фондовыми индексами. Здесь также важна диверсификация. Следует обращать внимание и на американский фондовый рынок, и на азиатский, и на европейский. Если посмотреть на ту же Германию, на индекс DAX, он сейчас несколько подешевел, что создает хорошие возможности для инвестирования. И повторюсь, это скорее более долгосрочная перспектива, если говорить об этих индексах, то нужно смотреть на горизонты около 5 лет. И третье, что мне представляется крайне интересным и важным, это инвестиция в собственный бизнес. Если есть хотя бы малейшая возможность инвестировать в свои, пусть небольшие сбережения, пусть хотя бы в маленькое дело, нужно об этом думать и нужно этим заниматься. Потому что это даст не только доход семье, но и поддержит экономику, что очень важно. И Вячеслав Таран, прошу вас. На мой взгляд, всегда, если речь идет о более-менее значительных сбережениях, то, конечно же, надо раскладывать все яйца по разным корзинам. Если сбережения незначительные, то, конечно же, их надо хранить в той валюте, в которой вы будете их максимально тратить. Поэтому совет тут простой. У кого сбережения значительные, значит, необходимо пользоваться всеми доступными инструментами, включая и фондовый рынок, и недвижимость, и валюты, в том числе и национальные, обязательно. Что ж, спасибо за это экспертное мнение. Напомню, это были Илья Волков, управляющий директор российской брокерской компании, и Вячеслав Таран, председатель совета директоров американского брокера крупнейшей финансовой компании. А мы идем далее. Редактор субтитров А.Семкин